Песня о том, что было, песня о войне и о победе, поют самые маленькие для тех, кто уже прожил больше полувека. Эти бабушки и дедушки при всем желании уже не в силах сами пойти на праздничный концерт, посвященный 9 мая. Самарские волонтеры благотворительного фонда «Старость в радость», зная это, организовали праздник у них дома. С праздничным концертом волонтеры приехали в Кениль-Черкасский дом-интернат для престарелых и инвалидов. В нашем пансионате проживает ветеран и участник войны. Это, наверное, праздник действительно со слезами на глазах, который нас вернул сейчас, как песни пели. Вся история прошла перед нашими глазами, начиная с вашего детства и кончая сегодняшними днями. День Победы – праздник всей страны и лично для каждого. День, когда мы в очередной раз говорим спасибо тем, благодаря кому сегодня мирное небо над головой. Отдаем этим людям, героям, дань уважения. Приносим цветы к вечному огню. Мы помним тех, кто погиб. И не забываем о тех, кто еще жив. Ведь именно благодаря им есть наше настоящее, есть будущее у наших детей. В пансионате у нас такой возраст. Вот у нас на данный момент у нас 4 труженика тыла и один участник войны. И это, ну это я говорю, живая легенда. Которые они это прошли все. Они все это видели, они все это знали, они все это пережили. И они это говорят, что вот то не то, что мы сейчас считаем, или то, что там кто-то через кого-то, а они живая легенда. И они рассказывают, и они то, что пережили, они без слез это не могут говорить. О том, как это было, невозможно слушать без слез. У каждого своя история и своя судьба. Одни приходят на парад под руку с детьми и внуками. Другие, оставшись совсем одни, оказываются здесь, в доме престарелых. И для них главная награда – это внимание. Люди пожилые, обзеленные внимания, вот в первую очередь. И любой приезд наш – это для них праздник. А День Победы – это все равно молодость, это праздник вдвойне. Конечно, они ждали нашего приезда, ждали концерта. Мы только подъехали, они уже сидели за два часа готовые к концерту. Все нарядные и красивые. Немного внимания бабушкам и дедушкам Ольга Миронова дарит не одна. Праздники в доме престарелых проводить помогает вся семья – муж и двое детей. Самые маленькие уже знают, как важно помнить о тех, кто остался в истории. Как важно помнить о тех, кто сегодня – живая легенда. Волонтеры Фонда помощи пожилым точно знают, проявляя дань уважения к старшему поколению, уделяя им немного внимания, даря улыбку, проведя концерт не только в День Победы, но в обычные дни, они оказывают пожилым бесценную помощь. Когда вот им поешь, они чувствуются, вот у них светятся сразу глаза, они наполняются вот этим позитивом, и уезжаешь уже с счастливой душой, что ты вот сделал такое добро для них.